Так называемое «опасное вождение», закон о наказании которого Госдума не может принять уже третий год, возможно, стало причиной дорожной аварии на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Накануне около восьми часов вечера здесь вылетел с дороги и перевернулся каршеринговый автомобиль. Финальный аккорд этого происшествия попал в объектив видеорегистратора, очевидца. А вот что предшествовало такому исходу, мы знаем только из комментариев в соцсетях. Так, по словам некоего Олега, делимобиль Volkswagen Polo обогнал его как стоячего, хотя, по словам Олега, сам он ехал с максимально разрешенной на этой дороге скоростью 90 км в час. Другой очевидец Иван уверяет, что пилот прокатного седана гнал со скоростью 150-160 км в час, перестраиваясь из ряда в ряд через весь четырехполосный Ростельбан, от обочины до разделительной и обратно. Еще ряд очевидцев полагает, что свою роль сыграла и колея. Вопреки обыкновениям, в этом году перед инопромом асфальт на Ростельбане не меняли, так как визита президента не ожидалось. В итоге за год в двух средних полосах Кольцовского тракта образовалась ощутимая колея, из которой скорость на некоторых участках этой дороги пришлось ограничить до 70 км в час. Но, а если правда, арендатор машины двигался со скоростью вдвое большей, колея могла сыграть свою роль в этом происшествии. В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что ни водитель, ни пассажиры Volkswagen при перевороте машины не пострадали, но были серьезно напуганы. Возможно, грядущим многотысячным штрафом перед каршеринговой компанией.